Поговорим о диджитал-маркетинге, о взгляде изнутри, собственно, о взгляде человека, который попал в эту индустрию, попал внезапно, и то, сколько всего интересного для человека со стороны там есть. И в целом о том, как работает диджитал-маркетинг, какие в нем сейчас есть продукты, и, собственно говоря, чем сейчас живет эта индустрия, куда она движется. Итак, начнем. Простого, реклама. Мы все, в общем-то, посещаем за день десятки, может, даже сотни сайтов, и каждый раз мы читаем новости какие-то, вот, например, такие, и... Да, ну или не очень, тут кому как. И видим баннеры, вот как здесь на картинке, и, собственно говоря, я задался простым вопросом, который, возможно, задавались и вы, а откуда вот берется этот баннер? То есть вот мы заходим на сайт и видим вот эту вот рекламу, или о том, что Ванга предсказала очередной конец света, или о том, что там в предсказаниях Нострадамуса нашли очередную серию симпсонов, я не знаю. Но вот откуда все это берется? И, в общем-то, сегодня мы пытаемся ответить на этот вопрос и начнем... С того, что реклама — это довольно просто. Собственно, реклама в интернете сама по себе, по своей сути, мало чем отличается от наружной рекламы, которую мы видим абсолютно каждый день. По сути, те же самые баннеры. Естественно, у нас, к сожалению, не вселенная Гарри Поттера, поэтому эти баннеры не анимированы. Но так как диджитал-технологии позволяют нам это делать, то в интернете мы видим и видеорекламу, и чуть более навороченную. Но по своей сути это все те же баннеры, которые просто несут своей целью показать, донести до вас какой-то бренд. Итак. Мы начинаем с самого простого. Когда мы заходим на сайт, то мы условно сейчас обозначим данный сайт как паблишер. То есть это будет... это владелец, собственно говоря, веб-сайта, который хочет монетизировать просмотры на своем сайте и хочет, чтобы этот сайт принесил ему прибыль. Соответственно, он встраивает в него рекламу. Для того, чтобы его встроить, он сотрудничает с SSP. SSP это supply-side platform, то есть платформа, которая непосредственно предназначена для того, чтобы продать ваш impression или по-простому просмотр. То есть ваш просмотр сайта, именно цель того, чтобы ваш просмотр был продан и служит SSP-платформой. Однако, сама по себе она еще и довольно гибкая. Вы можете настроить, на какие ресурсы в дальнейшем вы хотите продавать свою impression для того, чтобы менеджить свои доходы. И, например, очень часто используется основная технология. Это Google AdExchange. И сейчас для простоты мы будем рассматривать случай с Google AdEx. И там используется технология продажи Waterfall. Собственно, технология уже довольно старая и одна из первых, которая появилась в этой области. Когда платформа выстраивает потенциальных покупателей, в данном случае это рекламное агентство, мы потом в дальнейшем посмотрим, что они из себя представляют в этой цепочке, и продают они по системе Waterfall. То есть вы, если вы не назначили минимальную цену, то SSP и AdExchange выставят эту цену сами и будут дальше смотреть, совпадает ли их цена, за которую они хотят продать ваш просмотр, с той ценой, которую предлагают рекламщики и рекламное агентство за данную просмотру. Если цена совпадает, то просмотр продан. Если нет, то AdExchange дает возможность купить данный просмотр следующему в очереди агентстве. В чем проблема данного метода в том, что, в принципе, как здесь вы видите, что, например, если мы поставили цену, допустим, в 5 долларов, то в данном случае просмотр будет сразу продан за 7 долларов, но мы не дойдем до того агентства, которое готово купить этот просмотр за 8 долларов и, соответственно, получить больше денег. А это, в общем-то, то, чего хотят люди, которые решили монетировать свой сайт. Заработать побольше. Итак, мы идем дальше. И вот, собственно, здесь мы еще рассмотрим AdExchange. DSP. Итак, собственно, мы уже говорили о том, что у нас есть некоторые покупатели, которые покупают impression пользователей. И откуда они берутся? Они берутся с DSP. DSP – это зеркальная платформа для SSP, то есть это demand side platform, то есть платформа спроса. Предыдущая у нас была платформа-предложения, данная платформа спроса. Сама по себе она точно так же, как и SSP, объединяет, только SSP объединяет паблишеров в одном сервисе. DSP объединяет, скорее, рекламные агентства и бренды, которые хотят, собственно говоря, рекламу закупать. Итак, и вот примерно в таком ключе процесс идет обратно, потому что когда юзер заходит на сайт, отправляется информация на SSP, с SSP она попадает уже в AdExchange, где она продается. Далее DSP уже в свою очередь возвращает JS, который будет рекламу хостить и показывать пользователю. Ну, казалось бы, все, но не совсем. DMP – очень интересный топик и очень страшный зверь, потому что очень часто мы читаем статьи, особенно люди старшего поколения очень часто любят говорить о том, что все за всем в интернете следят, они следят, все следят. Собственно говоря, кто следит. Вот на самом деле вот эти вот самые ребята и следят. Digital Data Management Platform. Собственно, они необходимы для того, чтобы в рекламе можно было использовать таргетинг. И именно поэтому, например, после ваших разговоров с коллегой, потому что вы хотите провести отпуск, вы видите рекламу курортом в опрах, вот, это одна из тех самых вещей, которые делают это возможным. Каким образом работает вообще DMP? DMP имеет три источника получения информации. Это тоже спати, который предоставляет сам клиент. То есть сам сервис, который закупает рекламу, либо сервис, который эту рекламу продает, могут самостоятельно собирать какие-то данные, искармливать их DMP, чтобы получать, таким образом уже обрабатывать эти данные, получать некую целевую аудиторию, которую потом будут использовать в дальнейшем. Далее есть second-party сервисы, которые уже завязаны на анализе, который есть в самой DMP. И далее third-party. То есть third-party — это уже обмен данными между сервисами. И это самое интересное, потому что на самом деле то количество информации, которая передается, оно достаточно огромное. И если вы слышали, недавно в ЕС принимали закон, ограничивающий использование cookies, по-моему, GDPR, если я правильно помню. И, в общем-то, это все было назвали на то, чтобы ограничить как раз-таки использование DMP, потому что объемы информации, особенно то, что эта информация собиралась по умолчанию. И, кстати, даже несмотря на то, что GDPR был принят, то, что сейчас мы очень часто видим на сайтах, предупреждение об использовании cookies, на самом деле мы очень плохо понимаем на самом деле то, какое количество информации действительно имеет на нас, скажем так, на наше досье DMP и рекламщики. Что еще хочется здесь даже заметить? Пробедя вот самое такое базовое исследование, здесь я привожу две основные, не основные, но две крупные DMP-платформы, это LATAMI и DCA. LATAMI работают в основном на западном рынке, а DCA на рынке восточной Европы. И это лишь та информация о вас, которую могут получить рекламщики в, скажем так, которая была приведена в примере, в которая, та информация, которую они, как пример, приводят на своих сайтах или в интервью. И это на самом деле очень большой объем, потому что, например, они могут знать о том, что вы планируете купить машину, они могут знать о том, что вы заканчиваете университет, они могут знать ваши диагнозы. В общем-то, буквально все от вашего достатка до состава семьи. И в этом плане даже ваши планы на отпуск — это совершенно плевая вещь, которую можно действительно узнать из тех сервисов, которые сотрудничают между собой. Здесь еще также связаны социальные сети. На самом деле в открытом виде все-таки эти данные не передаются. То есть все обезличивается, и данные о пользователе идентифицируются по cookie ID. Именно, собственно говоря, против этого их была направлена реформа в ЕС. Но даже сейчас это не так сильно бьет по рекламщикам. Используются просто другие, чуть другие технологии идентификации. Сейчас больше используется, крайней мере, в Европе. IP, комбинация из IP, девайса и прочих нюансов. Но глобально это ничего не меняет. Точно так же максимально детальный портрет о вас можно составить, обратившись за помощью к одной из этих платформ. И мы уже, собственно говоря, с вами несколько нарисовали схему того, как происходит взаимодействие между рекламщиками и паблишерами. Однако все несколько сложнее. Мы рисовали скорее однонаправленную схему того, как просто продается конкретно импрессион одного пользователя. Однако в реальности все работает несколько иначе. Потому что на самом деле никто не запрещает напрямую сотрудничать паблишером и брендом. Никто не запрещает напрямую сотрудничать с SP и DSP. И на самом деле, если бы мы рисовали эту схему, скажем так, в каком-то другом виде, это было бы скорее похоже на огромную паутину, где, по сути, каждый может сотрудничать с каждым. И глобально мало что от этого поменяется, кроме того, что меняется только доход, который получает та или иная сторона. И, собственно говоря, все делается только ради этого. Здесь, как вы видите, еще добавляется TD. TD — это Trading Desk. По сути, он просто является еще одним прокси, который внутри себя объединяет множество DSP. Потому что бизнес растет, и, по большому счету, все это необходимо только для того, чтобы лишний раз объединить в одном месте что-то, что раньше было разрозненным для того, чтобы еще удобнее и еще быстрее использовать технологии и управлять бизнесом. Здесь стоит отметить, что на самом деле, несмотря на то количество процессов, которое даже мы выяснили, то есть то количество шагов, которое применяется в диджитал-маркетинге для продажи всего одного просмотра, это все делается в очень сжатые сроки. Идеально для получения рекламы считается окно во времени 100-300 миллисекунд. Именно поэтому все эти сервисы работают буквально на пределе, скажем так, мощностей, для того, чтобы весь этот процесс продажи, передачи информации и отображения работал как часы, и вряд ли у нас что-то работает быстрее. Тег-сервис. Так как реклама у нас хостится при помощи тегов, в основном, так как мы рассматриваем случай с Гуглом, то используется Google Tag Manager. К сожалению, Google Tag Manager не всемогущ, и очень часто нам хочется его дополнить, добавить к нему дополнительные функции, особенно брендам, которые очень сильно беспокоятся о собственной репутации, чтобы их реклама ни в коем случае не попала на какой-то сайт или на какую-то страничку с чем-то, что может вызвать вопросы. Несмотря на то, что у Гугла есть свои собственные полиси, которые, грубо говоря, не дают так просто хостить рекламу от Гугла на порно-сайтах, но, тем не менее, есть просто даже и новостные статьи, которые поднимают какие-то спорные темы, и прочие публикации, которые хотелось бы фильтровать брендам и рекламщикам для того, чтобы не вызывать лишних проблем для себя и для брендов. Именно поэтому используют так сервис, который позволяет нам к гугловскому тегу добавить еще дополнительную функцию фильтрации контента на странице по каким-то ключевым словам. Но это только одна из функций, потому что одна из функций, которые используются сейчас еще, это header bidding. Очень сложно произносимая вещь. Я уже вам рассказывал про ватерфольдную продажу, и, как мы выяснили, она неоптимальна, как минимум, для паблишеров. Плюс ко всему формирование вот этой вот очереди максимально непрозрачный процесс, и разве что крупные корпорации знают действительно, по каким критериям эта очередь формируется, потому что изначально есть информация о том, что используются усредненные исторические данные по покупке импрессионов, и на основании вот этого, то есть кто раньше в среднем выше платил, тот стоит выше в очереди. Однако это тоже зачастую не так, поэтому очень часто DSP, по сути, гадают, какие там сейчас новые алгоритмы Гугла, и как под эти алгоритмы правильно попасть, чтобы стать выше в этом стеке, и используется поэтому технология header bidding, которая, по сути, является просто открытым аукционом, потому что мы, по сути, мы не хотим просто показывать рекламу Coca-Cola, мы не хотим просто показывать рекламу там Mercedes или еще чего-нибудь, мы хотим просто получать деньги за эту рекламу. Именно поэтому используется данная технология, которая просто опрашивает несколько DSP или AdNetwork сервисов для того, чтобы выяснить, какой из них предложат больше, собственно, то предложение мы и принимаем. К сожалению, да, вот здесь данная картинка иллюстрирует конкретно то, что после таких вот нововведений очень часто тег-сервисы выглядят довольно неприглядно, потому что добиться хорошей работоспособности, особенно в рамках, в тех временных рамках, о которых я говорил ранее, то есть 100-300 миллисекунд довольно сложно, и очень часто этот лимит превышен и бывает превышен в разы. У нас у ребят из параллельной компании, одной из очередных компаний, которые занимались подобным, вот у них получилось использовать там один из header-bearing сервисов, но это занимает у них аж 2 секунды на то, чтобы полностью опросить клиентов и продать impression, что пока еще является недостаточно хорошим результатом. Вот, собственно говоря, сам по себе выглядит этот процесс примерно так. Мы имеем некоторый список платформ, на которых мы хотим продавать наш impression. Естественно, мы руководствуемся здравым смыслом, мы используем только те платформы, которые работают на нашем рынке, потому что мы еще не хотим, скажем так, ожидать ответа от сервера, который будет грузиться еще дополнительные 3 секунды, только потому, что он находится от нас где-нибудь в 10 тысячах километров. В идеале, опять же, если мы вернемся к самому общему случаю продажи, все будет выглядеть примерно вот так, что страница только начинает грузиться, затем мы идентифицируем пользователя по DMP. Здесь хочется снова отметить, что нет какого-то единого флоу, по которому работает данная схема. DMP может быть использован как DSP-сервисом, DMP может быть использован и внутри какого-то от Network, поэтому здесь только очень усоединенная ситуация. Затем мы обращаемся к AdServer, потом мы пытаемся использовать header bidding, если у нас получится его продать, то мы уже сразу можем показать рекламу, если нет, то мы обращаемся к AdExchange платформе, затем мы начинаем новый бит-процесс и обработку, после чего мы, собственно говоря, уже и продаем, возвращаем рекламу и показываем ее пользователю. Что же, собственно говоря, придумали очень жадные люди? Они подумали, что раз у нас есть 100 тысяч просмотров на сайте, почему не сделать 200, почему не сделать 300, миллион? И начали, просто говоря, накручивать активность, и появилась необходимость в сервисах, которые будут эту активность оценивать. Появилась необходимость в том, чтобы отглядеть трафик сайта и понять, добросовестным является этот конкретный паблишер или нет. Плюс ко всему, данные сервисы полезны и для самих паблишеров, потому что позволяют оценить просматриваемость некоторых баннеров, потому что очень часто вся схема работает довольно просто. Вы заходите на страницу и грузится все. Но при этом вы можете остаться на самой верхней тысяче пикселей и не увидеть то, что там еще внизу три рекламы висит, и перейти на следующую страницу. Естественно, рекламодатели не горят желанием платить в холостую за такие вот загрузки, поэтому Viewability Rate, который оценивается при помощи таких сервисов, он тоже очень важен и используется паблишерами для того, чтобы продемонстрировать свою, скажем так, добросовестность и качество. Итак, мы в Animine Group, мы сотрудничаем с одной из таких компаний Adlux, которая занимается подобным анализом. И, собственно говоря, вот здесь приводится их цитата о том, что рекламный рынок растет, и уже объемы мошенничества в данном бизнесе превышают 20%, что является очень большой цифрой, и, конечно же, люди не хотят так запросто терять эти деньги, и поэтому популярность подобного бизнеса растет. Здесь стоит выделить два пункта. То, что есть два вида мошеннического трафика. Это общий невалидный трафик, а-ля ботнеты, фейковые домены, незащищенные браузеры и неизвестные дата-центры, и сложный невалидный трафик. Это уже рекламное ПО, подмена домена, плохое автообновление и прочее. Ну, и, в общем-то, неэффективный трафик – это то, о чем я говорил в плане просмотров. Вот здесь проводится небольшая подборка статистики. Собственно, у нас только треть клиентов на данный момент использует данную услугу, и вот мы видим, что на самом деле качество контента у наших клиентов довольно большое, потому что очень малый процент трафика действительно уходит в какие-то фейки, является подозрительным, потому что все-таки мы говорим о том, что не обязательно данный процент говорит о том, что паблишер недобросовестный, просто эти конкретные проценты, они подозрительные. Так что то, что он низок, говорит о том, что вполне возможно это в рамках статистической погрешности. И при этом мы видим, что все-таки your ability rate страдает. Именно для этого и, в частности, мы используем данную платформу, чтобы дать понять нашим клиентам, что они могут еще улучшить свои показатели для того, чтобы стать более привлекательными на рынке и, в первую очередь, для них самих, для того, чтобы они также могли развивать свой бизнес. И так плавно мы подходим еще к одной теме, к репорт-агрегаторам. Мы уже с вами обсудили то, что есть очень-очень много аднетворков, очень много AdExchange платформ, DSP, SSP. Все это растет экспоненциально и уже появляются, собственно говоря, если DSP объединяют рекламные агентства, трейдинг-дески уже объединяют DSP, а SSP объединяют, собственно говоря, паблишеров, то рано или поздно должна была появиться платформа, которая просто начнет собирать данные, наконец-то, со всего этого, для того, чтобы можно было эффективно все это менеджировать. Зачем это необходимо? В первую очередь для того, чтобы сами паблишеры могли понимать, насколько эффективно они управляют своим сайтом в рамках тех технологий, которые они используют. Потому что очень часто, допустим, если вы выставляете слишком высокую цену за свой AdUnit, это, собственно, контейнер для показа рекламы, либо слишком низкую цену, то есть вы просто-напросто теряете деньги. Именно для того, чтобы было возможно проводить этот анализ и используется подобный сервер. В общем-то, во многом он похож по своей структуре на тот же самый Google AdManager. А разница только в том, что AdManager вам не покажет информацию с других подобных платформ. И это может быть очень важным, потому что для того, чтобы увеличить revenue, не стоит использовать всего одну платформу, и стоит, скажем так, посмотреть по сторонам. Это архитектура конкретно нашего репорта-агрегатора. Это проект Adagia 360, на котором я работаю. И здесь мы видим, что у нас используется Angular в качестве фронтенда. Изначально это был пятый Angular. Собственно, когда я пришел в проект, я его мигрировал на седьмой и вот недавно на восьмой. Сейчас он держится на стабильной версии. Затем в качестве бэкэнда мы используем Django. Здесь еще, кстати, есть одна ошибка, потому что на самом деле Postgres у нас находится не здесь, а здесь. Потому что Cloud Storage используется нами исключительно для хранения статичных файлов. Например, для обработки репортов и для импорта данных. Недавно мы перешли с Memcached на Redis, потому что изначально, когда мы мигрировали с Amazon, с AWS на Google Cloud, было решение, что давайте мы просто будем использовать все сервисы Google. Но Memcached оказался просто недостаточно гибким и функциональность доступная в нем оказалась недостаточной для нас, поэтому нам пришлось все равно мигрировать на Redis. Приложение поделено на две части. Собственно, это самый простой бэкэнд самого сервиса. А вот эта часть отвечает за импорт данных, который уже сотрудничает как с Bendefric.ssp, так и с параллельным зеркальным проектом. А, в общем-то, это проекты для паблишеров, параллельные проекты для адвертайзеров. И у нас есть очень много сервис-импортеров, которые ранятся в крон-жобе и импортируют данные со всех аднетворков и со списками, с которыми мы сотрудничаем. А также вот эта часть добавилась совсем недавно. У нас дело в том, что у нас было несколько тег-сервисов, которые достались, скажем так, наследство от поглощенных компаний. И недавно было принято решение наконец-то все это объединить под одним лозунгом использовать header bidding в наших тегах. И это архитектура уже нового тег-сервиса, который также будет использован. В общем-то, вот здесь, как мы видим, вот здесь это форма, которая позволяет паблишерам быстро зарегистрироваться в системе и ввести данные по своим основным сайтам для того, чтобы уже в дальнейшем можно было легче добавлять прочие данные, в частности, адъюниты, и далее уже видеть статистику по ним. Что еще можно сказать? Что данный сервис эффективен, во-первых, не столько даже для самих паблишеров, сколько для маркетинг-менеджеров. Потому что даже для дальших паблишеров довольно затратно держать одного человека, который будет просто сидеть и заниматься тем, что следить за тем, чтобы вы зарабатывали как можно больше на рекламе. Во-первых, потому что для этого не нужно 8 часов. Во-вторых, просто потому что есть такие компании, как наша, которая сделает это за вас. И... То есть сама идея, собственно говоря, в том, что при работе с большим количеством клиентов и большим объемом данных будет очень удобно написать свою систему, а не заставлять людей постоянно переходить с сайта на сайт и сравнивать статистику, собирать это все в Excel и потом смотреть, а эффективно ли мы используем наш юнит или нет. И в дополнение еще немного статистики. Мы вышли в официальный релиз совсем недавно, уже, наверное, 4 месяца. И вот примерное количество информации, которую мы получаем, и это количество растет, и растет огромными темпами. Мы буквально... Буквально за первый месяц, по-моему, это было всего 9 гигабайт данных. И уже на данный момент, да, мы получаем по 13, и, соответственно, объем парсинга и скейлинга для нас тоже стоит очень остро. Мы уже обсуждаем вопросы того, чтобы как-то это пытаться масштабировать горизонтально в какие-то отдельные микросервисы, которые будут просто эффективнее справляться с этой задачей, потому что иногда для крупных аднетпарков, особенно, и AdExchange платформ, которые составят львиную долю, в общем-то, по-моему, Google AdEx около 7 гигабайт и поставляет. Они просто блокируют сервис импотерный процесс, и приходится всем остальным ждать до тех пор, пока этот процесс не завершится. В общем-то, это все. Хотелось бы еще больше добавить о DMP-платформах, но, к сожалению, вся эта информация практически недоступна. Очень сложно что-то действительно новое в этом всем найти, особенно даже для людей, которые давно находятся в этом бизнесе. и, скажем так, действительно очень часто является открытием то, насколько большой портрет о себе можно получить в интернете, просто, казалось бы, из открытых данных. Ну и, в общем-то, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад ответить, если, скажем так, они будут вне рамок Индии. Да, я хотел показать сервис, но так как у нас нет тестовых данных, полностью тестовых данных в системе сейчас, я не могу этого сделать, потому что наш, мой работодатель, он очень сильно переживает за сохранность личных данных пользователей, плюс потому что это внутренняя статистика самих клиентов, которые они не хотят делиться. И даже несмотря на то, что мы работаем по Юго-Восточной Азии, и, в общем-то, вряд ли здесь кто-то собирается переезжать куда-нибудь в Китай и составлять конкуренцию, но, да. Но, тем не менее, к сожалению, да, я не могу провести демонстрацию. Также я очень о многом, скажем так, о пиллер-фичах, которые существуют в проекте, которые используются непосредственно для поднятия ревеню, которая, в принципе, то есть само внедрение продукта в бизнес-процесс паблишера уже позволяет увеличить ревеню, там, на 10-15%, просто вот благодаря им, но благодаря тем фичам, о которых я не могу говорить. По времени, вот в чем соль. В общем-то, изначально была разработана первая версия, которую использовала первая компания AdAge. Затем были поглощены еще две компании, и, собственно говоря, примерно с этого момента началась разработка платформы, которая просто объединит в себе функционал, клиентскую базу и статистику со всех трех платформ. И этот процесс суммарно, плюс еще с импортом данных, он занял около года. Платформа работала на самом деле в тестовом режиме уже где-то через месяца 3-4, то есть у нас просто были самые крупные клиенты, которые обкатывали платформу изначально. Но мы просто были не готовы ее выпускать в свет, потому что именно еще импорт данных, который являлся ключевым данным в контексте, он занял больше времени, чем планировалось. Плюс добавлялись новые функции, и бизнес всегда приходил, а давайте еще вот это сделаем, и вот это, и вот это, и поэтому разработка заняла больше времени. Плюс повлияло еще то, что команды очень маленькие. И, в общем-то, этот весь проект разрабатывался силами трех человек, по большому счету. Польза для паблишера непосредственно в том, что сам по себе сервис действительно не особо… Он полезен, да, в нем есть, скажем так, те фичи, о которых я упоминал, о которых я не могу говорить. Но, как бы, вообще идея в том, что помимо этого сервиса продается еще комплекс услуг самой компании, непосредственно менеджера, который будет уже используя вот эту технологию. Да, да. Не только. То есть это, как я уже упоминал раньше… Будет здесь, да. У нас есть такая же… У нас есть вот так… EDPA, то есть Adasia Digital Platform for Advertisers. Вот. То есть это зеркальная платформа, которая также объединяет рекламодателей. Плюс компания в целом работает в сфере маркетинга, поэтому у нас, помимо прочего, еще есть и продукты для работы с инфлюенсерами. Поэтому это, скажем так, лишь одна из услуг, которая предоставляется паблишерам, когда они начинают на них сотрудничать. Плюс, опять, сотрудничество с такими сервисами, как Adlux, оно тоже для паблишера самого может быть слишком затратным и не особо выгодным, особенно в плане времени и прочего. А мы, как бы, решаем множество этих вопросов за него просто потому, что он наш клиент. И, да, польза, в общем-то, в том, что он вообще перекладывает всю головную боль в плане менеджмента рекламы на нас. Сам продукт агрегирует данные из ад-нетворков и SSP по просмотрам рекламы для каждого конкретного ад-юнита. И потом эту информацию выводят. Так как паблишеры зачастую, по крайней мере, в Азии, они пользуются ни одним ад-нетворком и ни одной SSP-платформой как раз-таки потому, что они ищут вот эти вот пути максимального ревеню для себя. И поэтому им тоже важно иметь возможность видеть все это в одном месте. Естественно, мы также предоставляем этот продукт паблишерам. То есть мы не только сами на нем сидим, просто так как новому человеку для того, чтобы им пользоваться, тоже необходимо время, а у нас есть свои менеджеры, которые этим занимаются. Плюс за счет того, что у нас есть также сотрудничество с адвертайзерами, мы, естественно, можем как-то более эффективно этот процесс налаживать самостоятельно. В процентах у нас за время тестового рана вот этой вот платформы, мы, так как мы ее обкатывали на двух самых крупных паблишеров, у них получилось вот увеличить ревеню на 10-15%. Это паблишеры были из Японии. У каждого из них вот что-то по примерно вот по тысяче адъюнитов было. Это все, что я могу сказать об этом. На самом деле да, потому что стандартная функция апдейта, которая есть в ангуларе, она не очень хорошо работает со всеми библиотеками, которые были использованы. И в целом, так как проекту всего год, как вы понимаете, пятый ангулар – это была не последняя стабильная версия на момент, когда проект начинали писать. Поэтому, да, пришлось немножко повезиться, какие-то вещи про апдейтить руками, посмотреть совместимые версии. Ну, в целом, около двух дней. Потому что инфраструктура ангулара, она, в общем-то, располагает к таким миграциям, плюс это все становится, процесс становится только лучше и лучше с каждым разом. Вот единственное, что сейчас я обнаруживал проблему последний раз, когда я мигрировал на восьмой ангулар с ng-packager. Если ее обновлять, то, к сожалению, она пока еще плохо стыкуется с восьмой версией ангулара. Вот, по-моему, только неделю назад они выкатили пятую версию, и я вот посмотрю, как она будет совместима с пятой версией ng-packager. На самом деле, они влияют достаточно сильно, потому что адъюниты не загружаются. И отчасти они во многом тоже сообщают данные у пользователей в те же самые DMP платформы. Поэтому в целом, да, блокировщики. Нет, нет, адъюниты. Не блокировщики, блокировщики сообщают данные куда надо. Да, там вполне возможно, что там есть свои какие-то дата-центры, и, скорее всего, они тоже могут собирать у вас данные по какой-либо активности. Единственное, что стоит знать, что, во-первых, это все не хранится в явном виде, по крайней мере, на стороне непосредственно адвертайзеров. Только вот на стороне самой платформы, которая пытается продать ваш адъюнит, они могут, естественно, вас идентифицировать лично. Но зачастую, непосредственно маркетологов, ваше имя и фамилия, в общем-то, им не особо нужны. Еще раз возвращаюсь к вопросу о блокировщиках. Естественно, влияют, и поэтому сейчас пытаются находить какие-то новые технологии и вот это вот золотое сечение для того, чтобы пользователь не хотел закрыть сайт после первых пяти секунд, когда он что-то открывает, и у него начинает играть пять мелодий, и там еще непонятно, на какие сайты редиректы. Да. И, кстати, баннеры — это, возможно, на азиатском регионе это не такая большая проблема, потому что у них, они, в общем-то, любят всякие всплывающие окна, особенно на каких-нибудь корейских сайтах. Да. Так как мне вот в дата-арте посчастливилось поработать на одном проекте, в котором необходимо было тоже заниматься скреппингом, и, да, я вот насмотрелся на японские и на корейские сайты, это в плане UX — это просто мрак. Наш человек просто заходит и теряется. Если еще пытаться переводить, что там происходит вообще. Я сам по себе, я селзом не являюсь, поэтому я абсолютно... Я бы за бесплатно вообще давал пользоваться, если бы я решал. Собственно, сама идея конкретно в том, чтобы дать легкий доступ к данным. Тут еще у нас есть, скажем так, субпродукты, это еще и расширение для Хрома, которое позволяет паблишеру прямо на своей странице видеть статистику по адъюнитам. Она дублирует тег консол, если кто-то знает, если кто-то пользовался гуглопскую. Нет, потому что мы, во-первых, мы территориально находимся в Таиланде, поэтому там, насколько я знаю, там только заблокированы определенные фотографии короля и его путешествия в Европе. Возможно, в Китае есть с этим проблемы, но на данный момент я о них не знаю. В целом, то есть нам не приходилось решать какие-либо проблемы, допустим, с китайским регионом, что для них что-то недоступно. Скажем так, когда у нас было обсуждение выхода, допустим, на рынок в Европе, у нас вызывали вопрос вот как раз по поводу именно персональных данных и прочего, потому что там это все контролируется жестче, чем в Азии. Но это пока только план. Потому что, скажем так, всегда есть люди, которые хотят ваши личные данные, даже пускай не непосредственно, не имя фамилии, а вашу интернет-активность отследить просто в статистических целях. Поэтому я думаю, что это тоже вполне допустимо. Раз адъюниты не могут собирать эту информацию о вас, то почему это не может делать блокировщик рекламы? Точно так же отслеживать ваши поисковые запросы, страницы, которые вы посещаете и прочее. Это уже скорее вопрос к Google. Google же тоже, скажем так, не самая честная компания в этом плане, потому как официально-то он не слушает ваш микрофон на телефоне, но определенные тесты показывают, что очень даже слушает и очень внимательно. Поэтому вопрос скорее в том, чтобы эти данные собирались именно обезличенно и никакой информации, которая может непосредственно привести к вам, там не было. В общем-то то же самое, что и в Куке, потому как опять же в Европе сейчас это проблема. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!